друзья всем привет меня зовут елена литвиновой и я рада приветствовать вас на своем канале а сегодня мы с вами разберем основы css готовы поехали и так что же такое css css это формальный язык для представления внешнего вида html документа расшифровывается он как каскаде style sheet или каскадные таблицы стилей css используется для задания шрифтов цветов расположение блоков на вашей html странице и многое многое другое и так друзья как же выглядит язык css что же нам придется с вами изучать давайте посмотрим чтобы применить стиле к элементу нужно задать селектор открыть фигурную скобочку прописать свойства двоеточие значение и поставить точку запятой свойств к одному селектору может применяться несколько после того как закончилось описание свойств фигурная скобочка закрывается и в реальной жизни выглядит css может примерно вот так в качестве селектора здесь используется элементы h1 и внутри два свойства первый из которых задает размер данного элемента а второй цвет примерно так и выглядит css то есть css это набор различных свойств которые применяются к различным селектором окей предположим у нас есть вот такое маленькое описание css и мы хотим подключить его к нашей странице как же это сделать как же подключить стиле к html странице существует три основных способа встроенные внутренний и внешний давайте более подробно рассмотрим каждый из них для начала давайте откроем страницу index.html где мы будем подключать наши стили и также откроем ее в браузере чтобы сразу проверять результат первый тип это встроенные для этого мы создаем тег style внутри с атрибутом type где прописываем значение текст слэш css и внутри уже этого тега мы прописываем все наши стили проверяем в браузере все работает класс следующий способ внутренние для этого мы добавляем к любому тегу атрибут style и в него уже в кавычках прописываем через точку запятой также все необходимые стили проверяем все остается по-прежнему работает и самый последний способ это использовать внешнюю таблицу стилей для этого нам потребуется файл index.css рядом с нашей html страницей чтобы его подключить нам нужно воспользоваться специальным тегом link куда мы кладем атрибут href который указывает url адрес подключаемого файла также прописываем атрибут rel указывает на тип отношения данного документа к внешнему в данном случае style sheet и прописываем тип отлично проверяем в браузере все работает ура мы научились подключать таблицы стилей и подключение таблиц стилей через внешний файл является самым правильным и аккуратным способом html документ должен содержать только разметку а css файл только стиля теперь приступим к рассмотрению основных видов селекторов для начала мы возьмем нашу страничку index.html и немного добавим побольше туда тегов чтобы с ними поработать и добавить к ним различные виды селекторов ok поехали первый селектор по типу элемента в данном случае мы определяем название какого-либо тега h1 параграф любой тег и прописываем в нем набор свойств данном случае мы прописываем цвет текста color red проверяем наш заголовок окрасился в красный отлично если мы добавим два заголовка h1 то соответственно у нас и второй заголовок тоже окраситься в красный цвет следующий селектор у нас идет универсальный универсальный селектор обозначается через звездочку далее идут фигурные скобочки и в нем прописываются свойства в текущем варианте я прописала свойства margin padding которые отвечают за отступы и также покрасила все в красный цвет как мы видим отступы между всеми элементами удалились и весь текст стал красным потому что этот селектор применился абсолютно каждому элементу на странице следующий селектор который у нас идет это по классу элемента давайте определим что же такое класс класс позволяет связать определенный тег со стилевым оформлением и соответственно в любой тег вы можете прописать атрибут класс и в него соответственно прописать название данного класса это может быть любое название которое вы придумаете главное чтобы она было более менее понятно про что идет речь и также можно указать к элементу несколько классов через пробел важно в названии класса также не допускать пробелов иначе это будет уже два класса и соответственно в таблице стиле мы можем взять этот класс определяется он через точку title то есть мы ставим точку и соответственно дальше название нашего класса в данном случае у нас title и прописываем к нему стиле данном случае окрашиваем фон в розовый цвет также определим остальные классы которые мы прописали соответственно текст давайте поправим его на green потому что red у нас и так уже все красное и текст bold мы делаем в данном случае текст жирно проверяем в браузере и вот у нас фон заголовка окрасился в розовый цвет и там где были заданы классы жирный и зеленый соответственно у нас текст стал жирнее и окрасился в зеленый цвет следующий селектор по идентификатор давайте также определим что такое идентификатор идентификатор подобен классу он также может задаваться к любому элементу через специальный атрибут айди но в отличие от класса это уникальное название больше таких названий на странице в качестве айди выступать не должно в то время как у класса мы можем скопировать название к другому тегу и все будет хорошо и в данном случае давайте попробуем покрасить наш идентификатор в некоторый цвет а именно всю страницу серый цвет но лучше давайте подберем что-то посветлее потому что серый такой достаточно темный да у нас прям получился perfect design следующая группа в селекторов это псевдо класса псевдо класса отвечают за реакции или состояние селектора в данном случае они как правило могут быть присущи только определенным тегом например у ссылок есть такие псевдо классы которые отвечают в данном случае за visit если ссылка у нас была посещена актив если мы на нее кликаем и ховер если мы наводим на этот элемент мышкой псевдо класс ховер вы можете использовать также к любому другому элементу все остальные например видят это он присущ исключительно для ссылок и в данном случае у нас есть вами одна ссылка с логотипом давайте посмотрим на зеленом фоне немножко сложновато видно поэтому давайте удалим этот фон и еще раз посмотрим в общем ссылку на стала черный если наводим она розовая если мы на нее кликаем то она становится синий все как мы определили в поведении и следующая группа селекторов по псевдо элементу псевдо элемент это соответственно элемент который на самом деле не существует в разметке html данном случае существует два псевдо элемента это автор и бифо соответственно псевдо элемент автор вставляет контент после элемента а бифо перед давайте проверим у нас есть несколько параграфов наш текст ставился перед и после каждого тгп и последняя группа селекторов которую мы сегодня разберем это соответственно комбинаторы комбинаторы позволяют нам группировать различные селекторы и также делать вложность то есть данном случае если мы с вами посмотрим на html документ здесь есть различные группы тегов например head внутри идет логотип потом main внутри идет тоже какая-то информация footer и тоже какая-то информация и предположим мы хотим применить какие-то правила только к параграфам которые находятся в мэй для этого нам необходимо написать соответственно выбрать тег main и все параграфы в нем после чего мы определяем какие-то свойства здесь если же мы хотим определить соответственно для footer и всех параграфов в нем то тоже пишем footer параграфы также комбинировать селекторы можно через запятую например мы хотим применить одинаковые стили для параграфов в теге main и для параграфов в теге footer соответственно мы ставим запятую и пишем соответствующий селектор дальше также через запятую можно перечислять и другие селекторы что же означает слово каскадный в определении значения слова css каскадный означает что к одному и тому же элементу на странице может быть применено сразу несколько стилей из разных источников какой стиль в итоге будет применен к элементу решает правило приоритета давайте мы с вами посмотрим как это может выглядеть например мы с вами задаем заголовку h1 красный цвет и потом создаем еще один селектор тоже h1 и там прописываем background pink оба этих правила применятся к селектору h1 также если мы напишем во втором правиле color green то применится именно последнее правило которое было определено относительно цвета мы также можем color green приписать непосредственно в h1 действует то же правило что применяется последнее свойство вот и все друзья мы с вами изучили основы css и научились их подключать страницы и примерно разобрались что это такое а я жду вас в следующих уроках подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем хорошего настроения пока пока а